МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Лидер, хозяйка, мама. В Минске назвали имена победительниц конкурса «Женщина года-2017». Большая вода наступает. Уровень воды в Припяти возле Петрикова превысил опасную отметку. Ответственные службы заявили о готовности к паводку. Весна уже близко. Синоптики рассказали, когда ждать долгожданное тепло. Почти 200 спортсменов из 19 стран мира. В Гомеле состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Несмотря на то, что 8 марта осталась позади, в нашей стране женщины продолжают принимать поздравления. Так на прошлых выходных в Минске чествовали победительниц юбилейного республиканского конкурса «Женщина года-2017». Его проводит Белорусский союз женщин, который объединяет более 180 тысяч жительниц нашей страны. На торжественной церемонии во Дворце Республики побывала и наш корреспондент Анна Корольчук. По-особенному нарядная, торжественная и слегка смущенная. Вот так вместе они практически не собираются, хотя все эти женщины играют значительную роль в жизни страны. Они привыкли решать проблемы и делать что-то для других. Но в этот мартовский день, наоборот, все постарались сделать для них. В Малом зале Дворца Республики царит праздничная атмосфера. Поздравления, приветственные объятия, смех и много красивых женщин, которые приехали в столицу из разных уголков страны. Столько радости и легкости, что даже не верится. Со хрупкими плечами каждая из этих дам – огромная тяжелая работа. Десятый раз самая авторитетная женская организация нашей страны, Белорусский союз женщин, награждает ярких представительниц прекрасной половины человечества, которые добились значительных успехов в различных сферах деятельности в 2017 году, а также являются активистками женского движения. Они разного возраста и профессии, и все-таки сидящих в зале дам объединяют общая черта. Они смогли вычислить формулы успеха, которая умножается еще и на женское счастье. Своим трудом и талантом добились не только личных успехов, но и внесли свой вклад в благосостояние страны. В этом году лучших определяли в шести номинациях. От каждого региона своя победительница. В номинации «Спасая жизнь» чествовали женщин-врачей, доноров и всех, кто стоит на страже здоровья. Среди них заведующая гематологическим отделением для детей Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Ирина Ромашевская. «Спасу восхищений женщинами, которых я здесь видела, будь то они на сцене были номинанты, или просто не в числе номинантов. И вдохновения я много получила. И я надеюсь, мне это вдохновение поможет проявить еще более творческий подход в своем труде». Диплом номинации «Женщина в науке» получила заведующая кафедрой финансов и кредита Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Ольга Башлакова, которая занимается научной деятельностью уже 18 лет. Один из ее последних проектов – разработка предложений по развитию женского предпринимательства в Беларуси и организация курсов самозанятости. «Благодаря работе с Союзом женщин Гомельская областная организация сочетала вот эти направления научные, ну и ту роль, которую должна играть женщина в обществе, то есть вот направленную на социальную помощь, на развитие женского предпринимательства, женского лидерства, потому что сегодня это тоже очень важно». Среди лучших в номинации «Духовность и культура» директор картины галереи Гавриила Ващенко Людмила Шимбалева. Под ее руководством галерея стала не просто выставочным залом, а одной из лучших арт-площадок города, где проходят мастер-классы и семейные мероприятия. «Мне очень приятно, что все то, что делаю я лично, делают мой коллектив, делают мои друзья, делают мои коллеги, наверное, вот в этом вся заслуга, потому что один ты не в состоянии все сделать. И хочу сказать, что, конечно, в моей жизни каждый человек – это учитель, у которого я всегда чему-то учусь. И вот то, чему я научилась, вот сегодня – это те результаты труда». Номинация, которая напрямую связана с годом Малой Родины – «Хозяйка села». В Гомельской области этим дипломом по праву наградили Жанну Чернявскую. Она занимает должность заместителя председателя Хойникского райисполкома и одновременно возглавляет районную организацию «Союза женщин». Так как наш Хойникский район считается сельскохозяйственным, поэтому фактически все связано именно с данным направлением. Во всех сферах работают женщины. И вот задача Белорусского союза женщин – поддерживать их, помогать реализовать себя. Одна из главных составляющих жизни женщины – рождение и воспитание детей. Номинации «Материнская слава» чествовали не только многодетных матерей, но и тех, кто вырастил достойных граждан нашей страны. Этой наградой отметили Олесю Сухорукову, мать Егора Дубовика. Ее сын – многократный победитель международных математических олимпиад. Самое главное – настроить на вот это лидерство, то есть как бы смотивировать то, чтобы он захотел быть лучшим, то есть чтобы он был небезразличен к результату. Ну и как бы постоянная поддержка в семье, то есть что его результаты значимы не только для него. Те, кто посвятил жизнь медицине, науке, образованию, сельскому хозяйству и социально-культурной деятельности, состоявшиеся личности, каждая из которых достойна восхищения и отдельного рассказа. Награды им вручали представители администрации президента, министры, научные и культурные деятели. Кроме дипломов, цветов и подарков, каждая получила слова благодарности и комплименты в свой адрес. Мы очень любим наших мужчин, мы им очень признательны, мы их очень уважаем, но мы очень хотим, чтобы женщину видели, чтобы видели ее многогранность, чтобы видели огромнейший потенциал, который сегодня еще до конца не использован. Активная жизненная позиция, желание сделать мир вокруг лучше. Сегодняшние победительницы именно такие, многогранные и целеустремленные. Обладательницами звания «Женщина года-2017» стали 42 представительницы всех областей Беларуси и города Минска. Однако юбилейный конкурс не прошел без сюрпризов. Специальной наградой за верность Белорусскому союзу женщин отметили председателя Гомельской областной организации общественного объединения Галину Пашет, которая работает на этой должности уже 12 лет и внесла значительный вклад в развитие движения. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. 22 марта в Беларуси прошли траурные мероприятия, посвященные 75-летию уничтожения оккупантами деревни Хатынь. Весной 1943 года каратели сожгли ее вместе с населением. В огне сгорели 149 человек, 75 из которых дети. По случаю 75-летия Хатынской трагедии к соотечественникам обратился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли белорусскому народу. Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности, как понимание того, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни», заверил Александр Лукашенко. Судьбу Хатыни разделили многие белорусские деревни. На территории Гомельской области оккупанты полностью или частично уничтожили более 1120 населенных пунктов. 18 деревень, которые были сожжены вместе с жителями, после окончания войны так и не возродились. В регионе память погибших почтили во время митинга реквиема. В Гомеле в небо запустили 75 воздушных шаров, как символ 75-летия трагедии и 75 детских жизней, которые оборвались в пламени Хатыни. А в Калинковичском районе вспоминали трагедию, которая случилась в деревне Лоски. 22 июля 1942 года фашистские окаратели согнали в три дома 238 стариков, женщин и детей, и сожгли их заживо. Таким непомерно жестоким был ответ гитлеровцев на действия местного партизанского отряда. И еще одну трагическую страницу военной истории вспоминали на этой неделе. В Калинковичском районе на месте бывшего концлагеря Азаричи прошла акция «Скорби», посвященная очередной годовщине освобождения узников от фашистских захватчиков. Мероприятие было организовано Гомельским областным отделением Белорусского фонда мира. В Азаричских лагерях смерти на заболоченной местности обнесенной колючей проволокой фашисты держали около 50 тысяч мирных граждан – стариков, женщин и детей. Люди спали на голой земле, их морили голодом. Среди заключенных гитлеровцы разместили больных ТИФом. За 10 дней существования лагеря смерти от болезней, голода и холода погибло около 20 тысяч человек. 19 марта 1944 года советские войска освободили Азаричские лагеря и спасли более 30 тысяч человек. В Гомеле состоялась рабочая встреча представителей министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям Белоруссии и Украины. В рамках проекта ОБСЕ обсуждались новые подходы и формы сотрудничества ведомств в борьбе с лесными пожарами на территориях, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. Особое внимание мерам повышения радиологической и экологической информированности населения, проживающего в загрязненных районах. Именно их жизнедеятельности угрожают возгорание в лесах. Обсуждались также вопросы предупреждения трансграничных пожаров, а в случае развития чрезвычайной ситуации оперативного реагирования сразу с двух сторон. В Гомеле чествовали талантливую творческую молодежь. Во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось вручение ежегодных премий область полкома. Ее лауреатами стали 18 человек – воспитанники детских школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и молодые артисты. В зависимости от категории, размер премии – от 122 до 367 рублей. Хотя в данном случае деньги не главное. Это еще и констатация того факта, что на Гомельщине есть действительно талантливая молодежь, которой можно гордиться и которую необходимо поддерживать. Гомельская область полностью готова к паводку 2018. Составлены планы по действию всех служб в условиях половодия, определены места эвакуации людей с подтопленных территорий. Кроме того, работники МЧС ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реках области. Как ожидается, наиболее высоким в этом году он может быть в Житковичском и Петриковском районах. Именно туда и выехали наши корреспонденты. В Петриковском районе предстоящим паводкам местных жителей удивить трудно. К этому природному явлению здесь привыкли все и даже находят в нем свою красоту. Только что освободившиеся ото льда, разливающиеся реки – зрелище действительно завораживающее. Особенно, если эти реки протекают по территории, где нет населенных пунктов. Впрочем, еще раз напомнить о мерах безопасности в любом случае не помешает. Работники Петрикова скворайонного отдела МЧС уже несколько раз обошли все подворья, которые могут оказаться под водой. Что делать и куда при необходимости обращаться – сегодня знает каждый. Если вода очень уже большая, сарая, подсобные помещения, приходится все это убирать. Повыше к дому вода не подходит. Там немножко повыше. Было где-то разов 4-5 у меня, что пришлось делать эвакуацию. У местных жителей есть свои ориентиры, по которым они определяют опасный уровень подъема воды. Вот на этом дереве, например, хорошо видно, до какого значения может дойти вода при неблагоприятной ситуации. К возможному паводку в Петриковском районе сегодня готовятся все службы, включая спасателей освода. Их задача – организовать перевозку населения через затопленные территории к автобусам. Работники освода на плавсредствах переправляют население. При этом расписание лодок подстраивается к расписанию автобусов. То есть население перевозится, высаживается на берег и уже тогда автобусом автобазы доставляются в районный центр. По мере необходимости, кому куда надо – в больницу, на работу. Также вечером к автобусу доставляется лодка, с помощью которой перевозится население на противоположный берег реки Припять. К паводковой ситуации активно готовится и экологическая служба. Ее задача – не допустить попадания в водоемы удобрений и средств химзащиты. Накануне всем руководителям хозяйств, имеющим объекты в водоохранной зоне, разослали рекомендации, после чего проверили их выполнение. Руководителям доводились требования исключить возможное складирование и вывоз органических удобрений, а также унесение минеральных удобрений на поля, где возможны подтопления во время весеннего паводка. В целом, совместно со специалистами, руководителями хозяйств были обследованы все указанные объекты, по выявленным нарушениям выданы рекомендации, которые в настоящее время устранены. Вообще у большой воды есть не только отрицательные стороны. В результате засухи прошлых лет в ряде районов понизился уровень грунтовых вод, из-за чего в колодцах исчезла вода, а леса начали усыхать. Нашествие караеда – тоже следствие недостатка влаги. Теперь ученые надеются, что в этом году ситуация изменится. Ситуация немножко уже коренным образом изменилась. Вы же вспомните позапрошлый год. Сож уходил в зимний период на самом низшем уровне. Это летние были уровни воды в Саже, а сегодня Сож почти вышел из берегов, уходя уже на зиму. Это тоже очень хороший показатель, потому что будет больше влаги. Тут уже нет то, что вот такой показатель, как здесь, у нас на Гомельщине влаги хватает, это хорошо. Хотя на Брещине, вы знаете, снега нет. Там тоже в Брещине и Гродинской области практически сегодня без снега. Ну, для нас это благо. Я считаю, ну и самый караед, конечно, здесь находится у нас на Гомельщине. Готовится к поводку и в Житковичском районе. Пока таяние снега и льда здесь больше всего сказывается на организации переправы через Припять. В зависимости от активности ледохода, понтонный мост то сводят, то вновь разводят. Тогда на помощь приходят спасатели, которые перевозят людей на катерах и ледоколе. Впрочем, без дела они не остаются и в остальное время. Среди задач районного отдела МЧС круглосуточный мониторинг уровня воды на реках и подготовка к оказанию населению необходимой помощи. Недостатка в технических средствах нет. Личный состав прошел необходимую подготовку. Имеется районный план по пропуску в половодье. Проводились и районные тренировки, и областные. Имеется также план привлечения сил и средств. В области имеется четыре сводных отряда. Один областной, три районных, которые готовы в любое время в течение шести часов выехать в место чрезвычайной ситуации. И узнать, когда же придет настоящая весна. Буквально каждый из нас ежедневно проверяет сайты погоды или следит за прогнозами синоптиков по телевизору, ожидая заветных плюсов. Но надежда на весну тает, а вот снег нет. Когда же, наконец, можно будет убрать подальше зимние шубы и пуховики и достать весенние наряды? Об этом прямо сейчас мы узнаем у посредников небесной канцелярии метеорологов. Когда же, наконец, будет весна? Вот у вас здесь происходят какие-то вычисления, создаются прогнозы. Расскажите нам, пожалуйста. В климатологии началом весны считается дата, когда среднесуточные температуры воздуха начинают принимать положительные значения. То есть, когда устойчиво уже среднесуточные положительные. Обычно вот на территории нашей области в современных условиях климатических это происходит в середине марта. В этот день, примерно 30 лет назад, высота снежного покрова в нашем регионе превышала 55 сантиметров. Сейчас она составляет 20, и это вдвое выше нормы. Как видим, пока весна не наступила. Были годы, когда она приходила к нам только во втором весеннем месяце. Так было в 1963 году, когда ее наступление было зафиксировано только 11 апреля. А вот в 1989, наоборот, в Гомельскую область она пришла 14 января. Значит, то, что весна в этом году задерживается, совсем не аномалия. Бурного начала весны, дружного, мы не ожидаем. То есть, тепло будет нарастать постепенно. Сначала дневные температуры будут положительными, а более уверенное тепло придет к нам в последние дни марта. 29-30 марта, начало апреля. Кстати, одним из наиболее солнечных мест на Земле считается Мертвое море. Здесь в году 330 солнечных дней, а меньше всего солнца видят на архипелаге Северная Земля, где оно светит только 12 дней в году. А мы будем надеяться, что весна, наконец, разбудит природу Гомельской области от зимней спячки, и солнце будет радовать всех своими нежными лучами до глубокой осени. Но пока мы ждем теплой погоды, щебетания птиц и смены белого цвета, раскрасившего мартовский город на более яркие краски, можно побаловать себя чем-то приятным. И делать это не просто можно, но и нужно. Именно такой совет в этот переломный климатический период дают психологи. Скажите, пожалуйста, отражается ли на Ваших клиентах то, что зима так затянулась? Приходят ли они к Вам с ухудшившимся, допустим, самочувствием, с плохим настроением? Добавляют ли к их имеющимся проблемам? Ну, еще и то, что погода нас совсем не радует. Конечно, это ухудшает состояние, это не добавляет проблем, но это просто добавляет градус тому, что уже есть. Потому что нас с Вами не радует картинка за окном, ну, в общем, и никого она не радует. Что же Вы советуете своим клиентам? Мы советуем наладить обычно баланс брать-давать, потому что в обычной жизни мы обычно больше даем, чем берем себе. Соответственно, баланс обычно нарушается. Поэтому советы, ну, такие, не очень сложные. Выделять себе хотя бы пару часов в неделю для того, чтобы позаниматься чем-то, что не связано с работой и детьми, например. Любое обучение. Не обязательно серьезно браться за английский язык, но смотреть какие-то обучающие видео, смотреть какие-то видео, которые наполняют, делать что-то, что наполняет, что угодно, там, бисероплетение, макраме, что-то, что увеличит количество эндорфинов. Сидение час в кафе, просто с чашечкой кофе для того, чтобы побыть в красивом интерьере. Марина Джала, Игорь Морищенко, новости недели. Главное спортивное событие нынешней весны. Шестой чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытом помещении среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся в Гомеле. Дефлимпийский турнир такого ранга Беларусь принимала впервые. С непростой миссией Гомель справился на отлично. Состязания прошли на высоком уровне. Порадовали и гомельские атлеты. На континентальном форуме они без наград не остались. Подробности у Максима Савина. 19 стран-участниц такова география Гомельского чемпионата Европы. Всего же на старт выходили почти две сотни спортсменов. 22 из них представляли Беларусь. Гомельский областной центр Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта делегировал в нацкоманду четырех атлетов. Романа и Маргариту Горолькову, Владлену Зубрякову и Александра Майстренко. Все прыгуны. Воспитанники заслуженного тренера Беларуси Владимира Кацура и открыли счет белорусским наградам на турнире. Сразу же после открытия соревнований Маргарита Горолько, только набирающая форму после серьезной травмы, выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке. Владлена Зубрякова заняла тут четвертое место. Несколькими часами позже свое слово сказал Александр Майстренко. В секторе для прыжков в длину он показал третий результат. Следующий соревновательный день также принес две награды, но более высокой пробы. Гомельчане доминировали в секторе для прыжков в высоту. Борьба за награды была напряженной. Судьбу серебряной медали определила одна попытка. Наш Александр Майстренко и россиянин Константин Хиленко показали одинаковый результат – 1 метр 97 сантиметров. Однако гомельчанин взял эту высоту с первого раза, россиянин – со второго. В результате серебро осталось в Гомеле, бронза отправилась в Россию. Роман Горолько без видимого напряжения показал необходимый для победы результат – два метра, после чего поднял планку на 8 сантиметров выше. Это был новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение – 2 метра 7 сантиметров – также принадлежит Роману Горолько. Побить свой рекорд новоиспеченному чемпиону, несмотря на поддержку родных трибун, к сожалению, не удалось. Параллельно девушки соревновались в секторе для прыжков в длину. Владлена Зубрякова не смогла включиться в борьбу за медали и заняла восьмое место. В заключительный соревновательный день Александр Мастренко мог пополнить свой медальный счет. В состязаниях в тройном прыжке гомельский атлет остановился в одном сантиметре от бронзы и финишировал на четвертой позиции. За выступление на домашнем чемпионате Европы гомельским атлетам можно смело поставить отметку «отлично», как и организаторам турнира. «Однако на горизонте уже маячит другой континентальный старт». Европейская спортивная организация «Глухих» всерьез рассматривает гомель в качестве площадки для проведения чемпионата Европы по борьбе. Максим Савин, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко. Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. Во дворце Румянцевых и Паскевичей на уходящей неделе представили золотые страницы белорусской музыки. Концерт по таким названиям состоялся в рамках творческого проекта «Беларусь. Диалог классика», который призван знакомить публику с музыкальным наследием белорусских и зарубежных композиторов. А в гомельском государственном цирке стартовала новая шоу-программа «Цирк Никулина и белые тигры». На манеже захватывающие трюки в исполнении блистательных российских артистов и номера с дрессированными животными. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Уникальные предметы дворцовой роскоши, шедевры мировой литературы и изобразительного искусства. Гомельский дворцово-парковый ансамбль стремится постоянно удивлять своих посетителей многообразием поистине впечатляющих выставочных проектов. На уходящей неделе здесь презентовали редкие книжные издания викторианской эпохи. Это удивительный период в истории Великобритании. В это время необыкновенную популярность получил так называемый социальный роман с ярко выраженной нравоучительной составляющей. Детская литература как обособленное направление, детективные и мистические рассказы, юмористическая проза и поэзия. На выставке «Викторианский книжный салон» представлено 100 раритетных изданий, которые прежде входили в княжескую библиотеку Паскевичей. Здесь же, во дворце Румянцевых и Паскевичей, на уходящей неделе состоялся концерт «Золотые страницы белорусской музыки». Он прошел в рамках творческого проекта «Беларусь. Диалог классика». В программе прозвучали сочинения белорусских авторов, созданные в разные эпохи, но ставшие подлинным украшением нашего национального музыкального искусства. А тем временем на манеже Гомельского государственного цирка стартовала новая шоу-программа «Цирк Никулина и Белые тигры». Зрители ожидают захватывающие выступления жонглеров, гимнастов и акробатов. Изюминка программы аттракцион «Мой тотем» с участием редких экзотических хищников – белых бенгальских тигров. Следующая неделя будет не менее яркой. В Гомельском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «Ваша сестра и пленница». На сцене развернется мистическая детективная история о двух родственных душах, которые являются полными противоположностями друг друга. Возрастная категория спектакля – 18+. К слову, на следующей неделе артисты облдрамтеатра приглашают на свои постановки и юных зрителей. С 27 по 31 марта в дни весенних каникул будет показано пять спектаклей для детей. В рамках проекта «В гостях у сказки». Здесь же, в Гомельском областном драматическом театре, в Международный день юмора, состоится концерт «Весенний джаз». Зрителей ждет невероятное путешествие в мир спонтанных импровизаций и прекрасных композиций в исполнении талантливых музыкантов гомельских городских оркестров. Концерт пройдет в рамках проекта «Гомель в ритме джаз». На следующей неделе будет отмечаться Международный день театра. В регионе подготовлено немало сюрпризов. В Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена откроется выставка «Театр в красках». Свои картины и театральные эскизы здесь представят художники Гомельского облдрамтеатра. А тем временем народный любительский коллектив «Молодежный театр «Легион» города Мозыря порадует публику новой, острой и актуальной премьерой. Во Дворце культуры Мозырского НПЗ состоится спектакль «Жизнь прекрасна». С самыми интересными событиями из мира культуры воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова